В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. В Рязанской областной думе подвели итоги весенней сессии. Эксперты не нашли предпосылок для банкротства инвестбанка. На авиадарц в этом году не пустят личный транспорт. И Россия отметила День семьи, любви и верности. В четверг в Рязанской областной думе были подведены итоги завершающейся весенней сессии. Всего за этот период состоялось и девять заседаний. Жилищное строительство, кадастровая оценка объектов недвижимости, агропромышленный комплекс, организация летнего отдыха детей, капитальный ремонт. Эти и другие вопросы рассматривались в отчетном периоде. Подробнее об итогах и целях на будущее в первом материале. Как рассказал в своем выступлении председатель областной думы Аркадий Фомин, в центре внимания депутатов находились вопросы социальной и бюджетно-налоговой политики. Изменения в областной бюджет на 2016 год были связаны с дополнительными поступлениями из федерального центра. Благодаря участию нашего региона в федеральных программах мы дополнительно получили свыше 11 миллиардов рублей. Эти средства идут на поддержку наших агропромышленных предприятий, порядка 2 миллиардов рублей, на ремонт дорог порядка 1 миллиарда рублей, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на строительство школ свыше 500 миллионов рублей. Изменения вносились и в инвестиционное и налоговое законодательство. Инициатива направлена на развитие инвестиционной деятельности, создание новых производств, укрепление малого и среднего бизнеса и экономики регионов в целом. Сегодня депутаты расширили зону внимания для потенциальных инвесторов. В этом году международный авиадартс откроется в Рязани 31 июля. Церемония пройдет на аэродроме в Дягилеве, участники прибудут в город 26 числа. На 5 и 6 августа также запланированы показательные выступления «Авиамикс». На авиадартс в этом году не пустят личный транспорт, проезд откроют только для специальных автобусов. Таким образом, организаторы конкурса попытаются избежать многокилометровых пробок, в которые попали зрители прошлогоднего авиашоу. Расписание специальных маршрутов будет известно позже. Напомним, в начале лета губернатор Олег Ковалев пообещал помощь организаторам конкурса, в том числе, цитирую, «обеспечению беспрепятственного проезда экстренных служб, комфортной доставки участников, гостей и зрителей к месту проведения соревнований». Утро понедельника принесло новость о закрытии первого Рязанского банка. Сначала приостановили обслуживание в дополнительном офисе на Касимовском шоссе, затем организация не открыла двери клиентам и в главном отделении. «Вообще-то они должны выйти и сказать, что нам делать. Потому что нас в пятницу записали на понедельник, сказали прийти. А сейчас вывесили объявление, но они должны выйти объяснить нам, как дальше быть. Мы сказали, подвезут деньги в понедельник и давайте мы вас запишем. Вот мы запишали и все». Закрытые двери с утра в понедельник, сухая информация про технические неполадки и, как следствие, растерянные люди у входа в банк. Региональный инвестиционный коммерческий или сокращенно Ринвестбанк за многие годы своей деятельности доверие клиентов сегодня не оправдал. История началась еще в пятницу, когда закрылось отделение на Касимовском шоссе и клиентов перенаправили в главный офис. Но и здесь вкладчиков обслуживать не стали. «Но здесь не обслуживали в субботу. Нигде я…» «А что говорили?» «Технические неполадки. Нигде никакой информации о том, что у них ограничение или запрет на прием вкладов. Потому что я даже пыталась, в принципе, добиться. Так вы что, не проводите все операции? Нет, мы только не проводим прием вкладов». Очень был интересный ответ. Люди, простояв у закрытых дверей, уходили ни с чем. Никакой информации сотрудники банка так и не дали. На телефонные звонки рязанское отделение не ответило. Дозвониться удалось до московского офиса. «Все офисы, которые находятся в Рязани, сегодня по свидетельствам закрыты. До какого периода?» «Сегодня обслуживают клиентов». «На какой период?» «До информации мне не предоставлено до какого периода. То есть, знаете, пожалуйста, завтра утром мне уточню информацию, если не вас спецы, специалистам». «То есть другие отделения в других городах Москва, Тулу, Самара работают, да?» «А в Москве тоже не работают все офисы. Работают только в Самаре. Офис операционный у нас самарский». Комментарии отказываются давать и в Главном управлении Центрального банка России по Рязанской области. «Наши сотрудники в курсе сложившейся ситуации. Ситуация храня комментируем пока по телефону. Наши сотрудники работают по этому вопросу». А вот что пишут в отзывах о Ринвестбанке на сайте Банки.ру. «Договор по вкладу закончился 30 июня 2016 года. Деньги не возвращают по телефону. Получить объективную информацию нет возможности. Ссылаются на технический сбой программы». «Сегодня, 1 июля, хотел получить проценты по своему вкладу в офисе на Грибоедово в Рязани. На дверях табличка закрыт по техническим причинам. Звоню в банк и попадаю в Москву, где мне предложили записаться на получение денег через 5 дней». «Не проходит платежей юрлиц с 27 июня. Счета полностью заблокированы». Ринвестбанк основан в 1995 году в Рязани и 7 июля должен отметить 21 год финансовой деятельности. Он занимает третье место в рейтинге по размеру активов среди четырех региональных кредитных организаций. Уже на следующий день банк решил обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом и направить в Центробанк России ходатайство об аннулировании лицензии. Об этом сообщается на сайте банка. По данным коммерсанта, на 1 июня он занимал 290 место в стране по объему активов и 371 по капиталу. Однако эксперты не нашли предпосылок для банкротства. К такому выводу пришли в ассоциации «Рязанский банкирский дом». По словам источника, официальная отчетность финансового учреждения была в порядке. Кроме того, банк являлся рязанским формально, так как недавно его активы купили московские бизнесмены. Закрыть планируют и рынок в рязанском торговом городке. Капитальные здания для торговли будут строиться в микрорайонах Конищево и Дашково-Песочня. В торговом городке, по словам представителей городадминистрации, такой объект построить невозможно. Поэтому торговля на этой территории будет запрещена. Эпопея с закрытием рынка тянется уже год и вызывает недовольство как со стороны арендаторов, так и постоянных покупателей. Всегда свежие овощи, фрукты и выпечка буквально под окнами. Люди, проживающие близ остановки торговый городок, радовались рынку в шаговой доступности. Но в соответствии с требованиями действующего законодательства, с 1 января 2017 года деятельность по организации розничных рынков должна осуществляться исключительно в капитальных строениях и сооружениях. В настоящее время на территории торгового городка, где расположен рынок, соответствующий нормативам строения, отсутствует. В связи с этим сельскохозяйственный рынок в торговом городке прекратит существование до 1 января 2017 года. В настоящее время на рынке трудится около 20 арендаторов, которые работают там на постоянной основе. Администрация города Рязани заинтересована в том, чтобы эти люди сохранили свои рабочие места. Поэтому проводится работа по предоставлению данным предпринимателям торговых мест на имеющихся торговых площадях, капитальных зданий рынков и торговых центрах города. Этим людям розданы информационные памятки, где указаны категории торговых мест, его площадь, его стоимость, чтобы люди могли рассмотреть эти вопросы и, возможно, заняться в свободные торговые места. О том, что им придется искать новое место работы, арендаторы сельскохозяйственного рынка в торговом городке узнали еще в начале года. В настоящее время разрешение на право организации розничного рынка действует до 1 октября текущего года. Жалко. Нам жалко. Я думаю, что это просто пиар-ход предвыборной кампании. Сначала прошла шумиха, что все это закрывают, а сейчас якобы как власть о нас позаботилась и все это открывают заново, разрешают. Жалко будет. Конечно, жалко. Сейчас работу очень тяжело найти. Все равно, если будет невозможная тут работа, пойду другую работу найду. Пока городские власти еще не определились, как будут использовать территорию. Как вариант – реконструкция павильона в советской эпохе и возвращение торговому городку звания Рязанского ВДНХ. Но окончательного решения пока нет. Закончилась пора выпускных экзаменов, абитуриенты подсчитывают баллы за ЕГЭ. Правда, по результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, большинство россиян считают, что качество школьного образования ухудшилось после введения единого госэкзамена, так как учеников натаскивают только на прохождение тестов. По итогам этого года в Рязанской области 100 баллов на ЕГЭ получили 49 человек. Один из выпускников получил высшие баллы сразу по двум предметам. С ним познакомилась Марина Комиссарова. Многие ли из нас четко знали, кем хотят стать, когда заканчивали школу? Некоторые, даже окончив вуз, так и не нашли своего призвания. Совсем иначе обстоят дела у Артема Неугодова. Он определился с делом жизни в самом раннем детстве. Это очень долгая история, формирование такой мечты, наверное. И из детства какое-то сказочное представление о науке, вообще о том, что я буду ученым, допустим. Это развелось во вполне реальное будущее. Уже с детства я очень интересовался вообще знанием. Я был очень любопытным, любознательным ребенком. Читал много. Подарком моим, наверное, любимым на всякие праздники и на день рождения была энциклопедия про природу. Ученый-биолог, прямо скажем, не самая популярная в современном мире профессия. Между тем, выбор сына ничуть не смутил его родителей. К решению я отнеслась очень положительно. Сформировалось оно с самого детства. Во-первых, в год мы ребенку подарили первую энциклопедию. Стал любимой книжкой, по ней он учился читать. У нас бабушка биоп, которая с детства прививала ребенку и любовь к природе, и знания уже какие-то первоначальные. Игрушками в детстве у нас были микроскоп, телескоп. Лучшим подарком всегда энциклопедия. Поэтому, в общем-то, вопрос, кем стать, уже к первому классу у нас не стояло. В детстве Артема родители шутили. Будешь учиться в МГУ. Даже не подозревая о том, что шутки окажутся пророческими. Обучаясь в 11 классе, Артем решил поучаствовать в Олимпиаде Московского университета по биологии. И стал победителем, что дало ему право без вступительных экзаменов стать студентом вуза. ЕГЭ ему все равно пришлось задавать, чтобы получить школьный аттестат. И, пожалуй, никого не удивило, что по двум издаваемых экзаменов, русскому языку и биологии, выпускник получил максимальные 100 баллов. Знания, полученные в школе и природный талант, дополнены прекрасным воспитанием. И ни для кого не секрет, что как бы ни старались учителя, по большей части личность формируется именно в семье. У Артема огромнейший потенциал. У него замечательная семья, которая ему дала так много всего, что работать с ним было очень приятно. Он начитанный настолько, что порой какое-нибудь произведение называют, ты понимаешь, что ты его не читал. Ну, признаешься, да, не читал. Такое бывает. И, конечно, знания у него хорошие, отличные знания. И результат вполне был ожидаемый. Детская мечта реализована. Вот-вот школьная парта сменится желанными аудиториями главного вуза страны. Впереди шесть лет, в течение которых будущий ученый будет познавать все тайны мироздания. Артем уже четко знает, что хотел бы заниматься генной инженерией. И наверняка спустя пару десятилетий мы еще услышим его фамилию. По становлению правительства региона в некоторые леса Рязанской области запрещен въезд. В рамках особого противопожарного режима, который будет действовать до 15 октября, необходимо воздержаться от посещения в том числе и популярного Солочинского лесничества. Здесь и в других лесах нельзя разводить костры и въезжать на транспортных средствах. В ближайшее время сотрудники Минсельхоза установят предупредительные аншлаги и перекроют шлагбаумами въезд на закрытые участки. На период действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования, ограничен въезд в леса, автотранспорту и посещение лесов населением. Запрещено разводить костры и сжигать сухую траву. Устанавливаются иные меры пожарной безопасности. В районах работают в настоящее время оперативные группы, которые осуществляют контроль за соблюдением противопожарных правил. В Рязани продолжают изымать яблоки неизвестного происхождения. Так на неделе сотрудники Рязанской транспортной прокуратуры совместно с Россельхознадзором изъяли более 700 килограммов яблок польского происхождения на пятой базе. Судьба этих фруктов предопределена. В России продолжают тоннами уничтожать импортные продукты. Яблочки наливные, сочные, румяные. Только вот откуда взялись они, теперь предстоит выяснить сотрудникам транспортной прокуратуры, которые в очередной раз вышли в рейд на пятую базу, о результатах которого и рассказали нам. Сегодня в ходе проверочных мероприятий, проводимых Рязанской транспортной прокуратурой совместно с управлением Россельхознадзора на пятой базе города Рязани была выявлена партия яблок, страна происхождения которых больше, а также небольшая партия помидоров черри, тоже страна происхождения которых больше. Партия яблок более 700 килограмм была изъята и уничтожена, в установленном законном порядке. Помидоры черри, также производство больше, также были изъяты и уничтожены. Овощи и фрукты у предпринимателей были изъяты и уничтожены. В настоящее время Рязанской транспортной прокуратурой проводятся мероприятия, направленные на привлечение виновного лица к ответственности. Индивидуальный предприниматель, предлагающий к реализации данную продукцию, будет привлечен к административной ответственности, вызван для составления постановления в Рязанскую транспортную прокуратуру. Всего с начала года прокуратурой было выявлено 6 случаев реализации запрещенной продукции на территории города. Все виновные лица были привлечены к ответственности. Изъято и уничтожено более 2 тонн польских яблок и 300 килограммов турецких томатов. Каким именно образом продукты попали на территорию страны, пока неизвестно. Рейдовые мероприятия проводятся на регулярной основе. Рязань тонет в горах мусора. Контейнеры зарастают грязью. Согласно правилам благоустройства, хранить мусор на придомовой территории более трех дней запрещается. Но так происходит не всегда. Горожане выкладывают в интернет фотографии и возмущаются, что оплачивают коммунальные услуги исправно. Анна Герцовская проинспектировала несколько дворов. Ей слово. Для эксперимента наша съемочная группа отправилась по адресу улицы Тимакова, дом 5. Пост об излишне переполненных мусорных баках этого двора появился на просторах интернета на днях. Оказывается, отходы отсюда порой не вывозятся по несколько дней. По 4-5 дней. Идешь и каждый раз так. Я вот сейчас иду, вот в мусорные бутылочки. Сюда сверху положу, куда мне возвращаться с ним домой. И это все при том условии, что мусорные контейнеры наполняются очень быстро. Лично мы смогли наблюдать, как за полчаса сюда выбросили отходы более 20 человек. Помойку вывозят непостоянно. Ну, конечно, неудобства, запах постоянно. Вот это вот некрасиво все на это смотреть. Неэстетично, так можно сказать. Поэтому, конечно, доставляет неудобства. Ветер дует, даже вот в окнах квартиры запах этот поступает. При входе в дома, при въезде в дома она сразу бросается в глаза, можно сказать, карточка двора. Визитной карточкой же дворов должны становиться оборудованные места для отдыха детей и взрослых. Но здесь, как и во многих других районах города, этого нет. Качели на скромной детской площадке давно повреждены в результате земельных работ во дворе. Несмотря на многочисленные просьбы жильцов, их так и не отремонтировали. А взрослым и посидеть даже во дворе негде. Территория вообще большая. Ну посмотрите, разве есть где-нибудь такая площадка, огромнейшая просто. Но она не обустроенная. Даже посидеть лавочкой вот одна. Вот одна лавочка, да, больше посидеть негде. Зато этой большой зеленой зоной успешно пользуются автомобилисты. По словам местных жителей, в вечернее и утреннее время машины стоят прямо в трех сантиметрах от жилых домов. Да, да, в этом есть проблема. Почему? Ну потому что много машин, а места мало. Ставить их некуда и во двор не заехать. Иной раз даже просто с работы едешь, проездом элементарно. Машина не может проехать, потому что очень много машин. Я не знаю, просто у людей были гаражи, которые вот сносят. Наверное, может причина в этом. Оказывается, гаражи были снесены для строительства нового жилого дома. Обойдя несколько домов на улице Тимакова, мы обнаружили парковочный комплекс. Неподалеку. Оказывается, он здесь есть. Но почему же жители продолжают оставлять свои автомобили прямо на газоне, рядом с подъездом, остается загадкой. Либо цена на парковочное место в этом гаражном комплексе слишком кусается, либо это собственная лень. Конечно, проще оставить машину около подъезда и сразу попасть домой. Но давайте прибавим сюда проблему эвакуации. Она, конечно, очистила наш город от автомобилей. Зато теперь они прячутся во многих дворах города. И тогда местным жителям все же стоит задуматься, могут ли они сами что-либо сделать, чтобы улучшить ситуацию около своих домов. Возможно, общее собрание жильцов, размеренный диалог сможет помочь им прийти к договоренностям о том, где и когда каждый из них должен оставлять свой автомобиль. Сравнительно молодой, ему всего 9 лет, но многим уже полюбившийся праздник приурочен ко Дню памяти святых Петра и Февронии, чей союз стал символом супружеской верности. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, соседней нашему региону Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. Именно они стали олицетворением благочестия, взаимной любви и верности. Их история навечно зафиксирована неизвестным автором в повести о Петре и Февронии, которую по сей день изучают школьники. В нашем регионе к празднику относятся с особым трепетом. Феврония родом из села Ласково. Повесть о Петре и Февронии опирается на фольклорную основу. Это муромские местные легенды и сказания, связанные еще с народным почитанием княжеской четы Петра и Февронии. Также повесть связана и с русскими народными сказками, сказками о змеи и змееборце. Этот сюжет большей частью связан с фигурой князя Петра и со сказками, связанными с образом мудрой Февронии. Мудрой девы, разговаривающей загадками, дающими чудные задания в загадках. Девы, обладающие неким высшим знанием и даром исцеления. Ну какая здесь мудрость, Февронюшка? Зеленеет трава, светит солнышко. Нет у них языка, чтобы рассказывать. Станут ли они клады указывать? Клад чудесный от глаз не скрывается. Сердце доброму он открывается. Наполняет здоровьем и силою тех, кто любит свою землю милую. У нового семейного праздника уже есть памятная медаль за любовь и верность, которая вручается 8 июля. И очень нежный символ ромашка. Ведь этот полевой цветок издревле считался на Руси символом любви. С каждым годом День семьи, любви и верности становится все более популярным в нашей стране. Во многих городах силами местных властей и общественных организаций проводятся различные праздничные и торжественные мероприятия. Поздравительные концерты, различные выставки, чествование многодетных семей, супругов, проживших вместе более 25 лет. Благотворительные акции. Кстати, есть поверье, что брак заключенной сегодня будет долгим и счастливым. Жили рядышком. Мы здесь после армии. День свадьбы у нас был на день ВДВ. Так что все впереди, расписывались, как раньше еще по старым домам в Северском совете в Редкинском. Вся семья принимает активное участие в жизни родного села. Отчего надоест? Мы всю жизнь в трудах, в заботах, в воспитании детей. У нас двое детей, дочка и сын, и пятеро внуков. Четыре внучки, один внучок-жучок. Ну и, конечно же, сегодняшняя дата – это замечательный повод собраться всей семьей. Проявить особенную заботу о своих родных и близких. Ведь этому теплому празднику рады в любом доме, поэтому ему так легко шагается. Выйдя из церковного календаря, он готов постучаться в каждую дверь. Напомним, что Международный день семей отмечается ежегодно – 15 мая. По всей России в пятницу участвовали многодетные семьи, а также супругов, которые долгие годы живут в браке в мире и согласии. Этот день – праздник любви, семьи и верности – считается счастливым и просто созданным для проведения свадеб. Поэтому рязанские невесты и женихи именно на эту пятницу специально назначили свадьбу, чтобы святые Петр и Февроний охраняли новую семью. Так, в рязанском ЗАГСе поженились более 40 пар. До золотой свадьбы им придется еще пуд с солью вместе съесть, а пока молодые отмечают один из самых счастливых дней в своей жизни. Этот день считается счастливым и просто созданным для проведения свадеб. Поэтому рязанские невесты и женихи именно на эту пятницу специально назначили свадьбу, чтобы святые Петр и Февроний охраняли новую семью. Так, в рязанском ЗАГСе сегодня поженились более 40 пар. До золотой свадьбы им придется еще пуд с солью вместе съесть, а пока молодые отмечают один из самых счастливых дней в своей жизни. Исконно русский праздник. Все в основном сейчас празднуют День Святого Валентина, хотя это совершенно не наш праздник. И как бы мы подумали и решили в этот день... Что как русские мы отметим его именно восьмого. И на сегодня, да. День семьи, любви, верности. День свадьбы запомнится. Русский православный праздник. Для нас это, конечно, важно. Не 14 февраля, а именно 8 июля. Это действительно очень символично. И мы счастливы. Рязанскую землю за ее историю прославили не только святые Петр и Феврония, поэтому сегодня авторы находятся в поиске знаменитых символов региона для создания туристского логотипа. Лучше будет объявлен по итогам конкурса. Есть 23 художественных решения. Теперь конкурсной комиссии нужно будет определить победителей, которых оценят по нескольким критериям, в том числе по оригинальности. В некоторых работах ее хоть отбавляй, в своем альтернативном варианте логотипа. Авторы пошутили и совместили в одном эскизе сразу все символы Рязанского края. Поэт Есенин в сильняшке и десантном берете облокотился на березу, на которой растут грибы с глазами. Жара в регион вернется только в конце следующей недели, обещают синоптики. Правда, тут уже предупреждают, что это, скорее всего, не последний каприз погоды. Подробнее Наталья Новикова. После периода жаркой погоды рязанцы наконец смогли вдохнуть свежий воздух. Комфортная погода ожидается и в выходные дни. Наш регион останется в стороне от активных циклонов и антициклонов. И погода будет спокойной. Дожди будут носить типичный летний характер. По ночам без осадков в утренние часы на небе начнут появляться отдельные облака, которые постепенно будут развиваться до мощных кучевых облаков, из которых местами пройдут кратковременные дожди. В воскресенье вероятность дожди больше, чем в субботу. Кроме того, днем 10 июля местами могут прогреметь грозы. Что касается температуры, то в ночь на субботу в Рязани 11-13, на воскресенье 13-15 градусов тепла. Днем в субботу плюс 21-23. В воскресенье станет теплее. Градусники покажут уже плюс 23-25. Такая температура как раз соответствует климатической норме для конца первой декады июля. Пожалуй, такая погода должна порадовать большинство жителей нашего города. Достаточно тепло, но не изнурительно жарко. Кратковременные летние дожди, которые очистят воздух и придадут пейзажам очарование. При такой погоде с удовольствием можно провести выходные и дни как в городе, так и на природе. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok